Методика иноязычного образования как теоретика-прикладная наука Основные методические понятия План лекций 1. Этапы развития современной теории иностранного образования 2. Предмет и цель, связанные с современной концепцией иноязычного образования 3. Значение, виды, аспекты методики 4. Методика иноязычного образования как специфическая деятельность 5. Основной объект и результат методического познания Цели и задачи 1. Изучить этапы развития современной теории иностранного образования 2. Рассмотреть цель, предмет, связанный с современной концепцией иноязычного образования 3. Определить значение, виды, аспекты методики 4. Изучить методику иноязычного образования как специфическую деятельность Пятое – рассмотреть основной объект и результат познания. В переводе с греческого термин «методика» означает «отрасль педагогической науки», которая исследует закономерности обучения определенного предмета иноязычного образования иностранных языков. Методика употребляется в трех значениях, как первое – учебное, которое дает теоретическую и практическую подготовку будущим преподавателям, студенты получают представление о том, каковы цели обучения, результат, то есть каково содержание обучения, чему учить, с помощью каких приемов и методов обеспечить овладение языком, как учить, какие средства следует использовать для достижения поставленной цели, то есть с помощью чего учить. Второе – научная, то есть наука, изучающая цели, содержание, средства, методы, формы обучения иностранным языкам, знакомящая с культурой страны, изучаемого языка, а также изучающие способы обучения, воспитания и овладения языком. Третье – практическая дисциплина. Дает представление о совокупности приемов работы учителя, обеспечивающие достижение поставленной цели. Виды методики. Выделяют общие, частные и специальные методики. Общие методики занимаются изучением закономерностей, особенностей процесса обучения иностранным языкам, независимо от того, о каком языке идет речь. Второе – частная методика. Исследует обучение тех языковых и речевых явлений, которые являются специфичными для конкретного языка, освещает проблему преподавания иностранных языкам с учетом особенностей родного языка, специфические условия обучения. Специальная методика характеризует особенности преподавания какой-либо стороны изучаемого языка. Аспекты методики. Это фонетика, грамматика, лексика. Фонетика изучает звуки. Мы знаем произношение, интонацию, грамматика. То есть правила использования времен, артиклей. Лексика – это словарный запас. Виды речевой деятельности. Аудирование, говорение, активное является, чтение и письмо. Таким образом, методика – это набор приемов, методов и форм работы учителя, то есть технология профессиональной практической деятельности. Методика иноязычного образования, методика обучения иностранным языкам – это наука и следующие цели, содержания, методы, средства обучения, способы учения и воспитания иностранных языков. Основные функции методики иноязычного образования как науки – это анализ методических понятий и категорий, классификация методических понятий и категорий, интерпретация, объяснение и понимание конкретных фактов реальной образовательной практики по предмету прогнозирования будущего методической системы по иностранным языкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такое соотношение методического знания и опыта дает основание квалифицировать методику иностранных языков как теоретико-прикладную науку, то есть как специализированную область методического знания, объединяющую в себе данные научной теоретической рефлексии и анализа практики обучения языкам в различных учебных условиях. Специфическая деятельность методического познания направлена на реализацию трех основных функций методики иноязычного образования как науки. Первая функция связана с анализом, классификацией и систематизацией методических понятий и категорий, сопряженных со сферой иноязычного образования, и приведением их в логическую взаимосвязь, в конечном итоге, в систему-теорию. Вторая функция методики как науки состоит в интерпретации, объяснении и понимании конкретных фактов реальной образовательной практики по предмету в контексте, принятый в каждой исторический период концепции обучения иностранным языкам. И, наконец, третья функция – это прогнозирование будущего методической системы по иностранным языкам, определение горизонтов ее ближайшего и перспективного развития. Методика иностранных языков методика иноязычного образования как система знаний, то есть как концептуально взаимосвязанная, целостная и логичная в содержательном отношении система научных представлений об обучении иностранным языкам и иноязычному образованию, раскрывает и описывает те или иные закономерности, регулярные связи, фундаментальные свойства, присущие иноязычному образованию как системе, процессу, результату, ценности и обучению иностранным языкам, как основному пути получения этого образования. Внутренняя дифференциация методической науки, обусловленная ее потребностью проникать в сложную структуру объектов исследований, какими являются изучение иностранным языкам иноязычное образование. Следствием развития науки за счет дифференциаций является также и выделение в настоящее время лингводидактики и методики, или теории и методики обучения. Методики как теории и как технологии обучения и развития методики и технологии иноязычного образования. Все это свидетельствует о том, что методика иноязычного образования – это развивающаяся система знания. Методика обучения иностранным языкам по пассову. Система знаний о закономерностях процесса обучения неродному языку и о путях воздействия на этот процесс с целью его оптимизации. Объектом исследования является процесс обучения иностранным языкам, процесс передачи знаний и формирования навыков и умений. Третье – предмет не конкретный процесс обучения, а абстрактный, накопленный об объекте знания, который моделирует процесс обучения. Четвертое – это составляющие предмета. Первая – цель. Зачем учить? Второе – объект. Кого учить? Третье – содержание. Чем учить? Четвертое – методы. Как учить? Основные направления развития иноязычного образования – это теоретика методологической основы развития иноязычного образования. Один из существующих недостатков традиционной системы обучения астрономным языкам – неясность концептуальных основ. Поэтому новое методологическое решение, а не привнесение в учебный процесс отдельных, пусть удачных, но разрозненных приемов, позволяет определить антропологический и гуманистический подход, реализуемый через личностно ориентированное обучение, как концептуальный базис иноязычного образования. Гуманистическая концепция означает, что в учебном процессе создаются самые оптимальные условия для развития личности обучаемого. Культурно-образующая система в рамках гуманистической концепции формируется принципиально новое методическое направление с ярко выраженной межкультурной, доминантной, реализуемой через цель, выбор, содержание и технологии иноязычного образования, адекватных процессов становления и развития личности, способной эффективно участвовать в межкультурной коммуникации, переход к новой культурно-образующей системе иноязычного образования. Не ограничить учебный процесс лишь лингово-культурными параметрами страны изучаемого языка, существенное место в учебном процессе должна занять лингва и этнокультура обучаемого. С позиции нового методологического подхода осуществляется переориентация целезаданности в изучении иностранного языка. В качестве цели выступает не обучение иностранному языку как таковое, а иноязычное образование, при котором содержанием являются не только прагматические знания, навыки и умения, но и развитие личности и средствами иностранного языка при параллельном и взаимосвязанном изучении языка и культуры. При подготовке к лекциям будьте готовы ответить на следующие вопросы. Каковы этапы развития современной теории иностранного образования? Каковы предмет и цель, связанные с современной концепцией иноязычного образования? Какие знаете виды, аспекты, методики? Что вы знаете о методике иноязычного образования как специфической деятельности? И что является основным объектом и результатом методического познания? Следующая литература может быть использована при подготовке к семинарским занятиям. Продолжение следует...